МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, на сегодняшний день существующая модель тарифообразования не стимулирует собственников вкладывать деньги в реновацию оборудования. Поэтому модель альткотельная предполагает как раз-таки тот механизм, который позволит инвесторам вкладывать деньги в развитие. Если, значит, простым языком, то суть заключается в том, что тариф рассчитывается, исходя из стоимости строительства новой современной котельной, которая будет отапливать район города, например, или часть потребителей, несколько домов. Ульяновск нельзя назвать коммунальным аутсайдером, но тем не менее все местные эксперты достаточно радушно приняли этот метод. Цена, в которую будет заложен не только текущий ремонт, но и глобальная перестройка сетей теплоснабжения, повышение их энергосберегающей эффективности и, как это ни парадоксально, последующее за этим удешевление тепла для части потребителей, нужен городу и региону. Качество не бывает бесплатным, и за него нужно платить. Но вложившись раз, потребители смогут получить качественную услугу на многие годы. У нас, вы знаете, достаточно сложное положение как раз-таки с муниципальными предприятиями, долги которых исчисляются миллиардами за потребленные ресурсы. Соответственно, в этой связи как раз-таки эта модель позволяет там, где есть большие проблемы с инвестициями, решить этот вопрос. Согласно современным тарифам и методам их расчета, поставщики услуг могут проводить только сезонный и симптоматичный ремонт. Новая модель позволит привлечь инвестиции в модернизацию теплового хозяйства города, повысить энергоэффективность объектов, ресурсоснабжающие организации или ЕТО, единые теплоснабжающие организации, а в городе их 16. Каждая в своей зоне будут нести полную ответственность за качество предоставляемых услуг. У многих предприятий нет возможности менять эти основные фонды, котельные, строят тепловые сети, поскольку, во-первых, используется устаревшее оборудование, которое требует постоянных ремонтов, постоянных затрат, и деньги уходят только на поддержание в работоспособном состоянии, хотя эффективность их низкая. Поэтому рассчитывать на то, что вот сейчас кто-то заменит существующие котельные, нет механизма возврата инвестиций, поскольку, если даже будет инвестор, он понимает, что он эти деньги не сможет вернуть, поскольку такая модель рынка сейчас существует и никак ее не перепрыгнуть. Сегодня в Ульяновске действуют различные цены на центральное теплоснабжение, когда люди, живущие в одинаковых квартирах, за тепло платят разные суммы. Суммы варьируются по городу от 1000 до 2000 рублей за гигакалорию. Новый подход к ценообразованию заключается в том, что самые высокие в городе тарифы замораживаются сроком на 5 лет. А у всех остальных потребителей за это время постепенно, очень плавно, в пределах допустимых темпов, установленных правительством Российской Федерации, происходит доведение тарифов до единого уровня. В итоге у всех потребителей устанавливается одинаковая цена тепловой энергии. В одном городе, в одном районе даже могут работать несколько теплоснабжающих организаций. Тариф у них будет разный, поскольку, как я уже сказал, тариф рассчитывается по затратам. Сколько затрат неэффективная котельная, соответственно, нам больше затрат требуют. На обслуживание, на ремонт и так далее. Поэтому для людей, согласитесь, несправедливо, когда люди живут одни через дорогу, другие в другом районе немножко, и тариф у них разный. И здесь получается так, что с точки зрения законодательства это нормально, поскольку они обосновали свои тарифы по затратам, и минимальный у них процент прибыли заложен. Так что же такое метод расчета альтернативной котельной? Как будет формироваться цена на тепло? Специалисты правительства Российской Федерации уверяют, что в результате перехода она будет справедливой и единой для всех потребителей. Ульяновские эксперты это подтверждают. И этот принцип и сейчас заложен в новый закон о теплоснабжении. Приоритет всегда дается централизованному теплоснабжению на базе ТЭЦ. И в этой связи, конечно же, тариф от ТЭЦ, он будет более низким, что позволит зафиксировать этот тариф на альткотельной, я имею в виду, и вкладывать вот эту вот разницу в цене, вкладывать в развитие тепловых сетей, в развитие теплогенерирующего оборудования. Положительный эффект не заставит себя долго ждать. Качественные трубы означают тепло, которое без потерь доходит до потребителя. Следовательно, придется платить только за фактически потребленный ресурс. Выгода для жителей несомненная. Кроме того, средства, полученные единой теплоснабжающей организацией, наконец-то можно будет пустить на ремонт, минуя запутанные взаиморасчеты между различными посредниками. Уже со следующего года вложения, скажем, в развитие тепловых сетей и теплоисточников будут существенно выше Ульяновска. А как я уже говорил, что во всех крупных городах, конечно же, в основном 70-80% жилого фонда отапливается от крупных теплоисточников, таких как ТЭЦ. Поэтому уже со следующего года будут существенные инвестиции в развитие тепло-сетевого хозяйства. В целом, после беседы с специалистом вопрос для нас стал гораздо яснее, а альтернативный метод перестал пугать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!